В четвертой четверти больше 72 тысяч североказахстанских школьников будут получать знания онлайн. Педагоги сейчас готовятся к дистанционному процессу обучения. Не забудут и о тех, у кого нет доступа к интернету. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Алены Хан. 6 апреля для североказахстанских школьников заканчиваются трехнедельные каникулы и начинается четвертая учебная четверть. Как для ребят, так и для учителей она пройдет в непривычном для них формате. Получать знания учащиеся будут дистанционно. Теперь преподаватель будет не у доски с указкой, а за рабочим столом перед экраном монитора. В режиме видеоконференции в программе Zoom работать несложно, говорят учителя. Сейчас все они проходят обучение, онлайн-уроки будут не менее полезными и содержательными. Есть возможность отправлять файлы, презентации и весь необходимый материал. В школе у нас 435 учеников с 1 по 10 класс, и они каждый имеют свой аккаунт и свой пароль. Из них у нас 236 учеников на сегодняшний день будут работать в онлайн-режиме через Блэмленд, а остальные у нас будут работать через телевизор. В основном это касается тех, у кого отсутствует интернет. Как правило, это ребята из отдаленных сел, где к нему нет доступа. Или же семьи, где нет компьютера, ноутбука или смартфона. Будет вещать два канала. Это Балапан с казахским языком обучения и телеканал Ель-Арна с русским языком обучения. Вещание будет проходить с 9 часов утра до 15 часов дня по расписанию. Расписание мы также позднее доведем до всех образовательных учреждений, уже я думаю, что к 1 апреля. Сейчас ведутся съемки уроков для дальнейшей трансляции. Всего же обучаться дистанционно в Северном Казахстане будут больше 72 тысяч школьников. Алена Ханрустам Тлюжанов, Новости МТРК.